Итак, наконец-то вышел Diablo 4. У меня стандартное издание, поэтому только, соответственно, 6 июня получил доступ. Но уже успел поиграть, да, кое-что информацию некоторую осознал, так скажем. Начнём, наверное, сразу с плохого, да, и потом с красим хорошим. Ну, во-первых, игра очень хардкорная, то есть я на ХК не представляю, как играть. Я не знаю, сколько я уже сдох, раз 15-20, ну, может, меньше 20, ладно. Притом, да, на 33 уровне, притом всё скатывалось с того, что меня просто зажимают мобы и забивают. Ну, то есть по сложности, чтобы вы понимали, белый моб может снести пол-хп мне, да, по крайней мере моему персонажу, то есть запросто. Я понимаю, что чародей, вот как у меня фаер-маг, я его называю, да, чародей через огонь, это, конечно, не барбариан, не некромант, но всё равно это чересчур, да. То есть, действительно, белый моб может снести пол-хп. Это вот сложность игры. Это сложнее, чем Diablo 2, сложнее, чем Пойе. То есть, на данный момент, как эта игра выглядит, я понимаю, что я ни на каком хардкоре играть не буду. И хорошо, что я начал на софте. Я понимаю, что у меня был Тир 2, всё-таки не первый Тир, но, тем не менее, это действительно хардкорно. Второе, что игра очень производительная, это, да, хорошо, но есть всё-таки лаги. Особенно на боссах пролагивает, это прям очень неприятно. То есть, учитывая то, что игра сама по себе сложная, хардкорная, ещё пролаги, ну, это пиздец, как бы. То есть, действительно, есть что фиксить. Плюс шрайны на пополнение хп, вот эти вот красненькие шрайны, они могут то один за другим попадаться, а то вообще ни одного не быть. То есть, тоже надо как-то, так скажем, баланснее их распределить равномернее. Ну, и сама игра очень сложная, да, я думаю, что всё-таки мобов будут фиксить, потому что боссы ещё, ладно, вот мобы, ну, сложные пиздец. То есть, наверное, Blizzard ещё будут фиксить. Потому что я не знаю, сколько мы 10 лет ждали Diablo 4. Вот я сейчас на эту игру смотрю, я даже не знаю, а точно ли это ждали. Кстати, в этой игре система уравнения, то есть уровней, да, ты когда на какую-то локацию приходишь, у тебя мобы будут такого же уровня, как и твой персонаж. И плюсы, и минусы есть, но я бы сказал, что тут больше всё-таки это к минусам относится. Потому что, с одной стороны, ты квесты можешь когда угодно выполнять, да, то есть хоть на 20-м, хоть на 50-м уровне, а с другой стороны, прокачка персонажа, она не ощущается. То есть, как бы ты персонажа не прокачал, ты куда-то придёшь, и мы выгодят всё равно твоего уровня. То есть, такое вот, всё-таки вот эта уравниловка, она не очень приятная, как будто разработчики не доработали, как будто с халявки решили. То есть, не больше мобов в игру напихать, а просто тех мобов, что есть, уравнять под игрока. Тоже вот эта уравниловка уровней такое себе. Теперь больше про хорошее, да. Не было очередей, то есть я 6 июня сразу со старта играл. Прямо с двух часов ночи. Там даже раньше они обещали в 2 часа ночи, а там даже без 5 или без 10, 2 уже игра была запущена. То есть, ни очередей, ничего не было. Надо отдать должное всё-таки. Действительно, игра очень по... Вот, говорили там, видеокарты сгорают, ещё что-то. Нихера. То есть, игра очень оптимизирована. Даже несмотря, как я сказал про то, что иногда пролаги есть, но игра очень оптимизирована. Ну, то есть, это действительно так. И учитывая, что я там стримлю, да, кстати, записи стримов на канале есть, то, что я видео записываю, то есть, это негативно не сказывается. То есть, почти никогда пролагов нет. То есть, производительность игры отличная, при том, но не на самых низких настройках. Действительно так. То есть, компьютер не зря собирал. Прокачка, скиллы. У меня фаермак. По нему видео я делал. То есть, можете посмотреть, там тоже на канале есть. Но я ссылку ещё оставлю. Как я и обещал, это фаермак, да. Я не знаю даже кем буду перекачиваться потом, но пока что фаермак. Хочу опять же до энгейма дойти. Вот, кстати, плохая новость, что непонятно какой тут энгейм. То есть, скорее всего энгейм, это просто какие-то вулдбоссы, ну и прохождение одних этих же данжей. То есть, я не знаю, насколько это вообще захватывающе. Но посмотрим. Я всё равно до энгейма дойду, посмотрю, как там будет. Очень интересно увидеть. А пока как-то так, да. То есть, игра всё-таки не pay to win. Абсолютно она... То есть, ты платишь за саму игру и играешь спокойно. Тут не надо донатить, чтобы усиливать персонажей и так далее. Это, конечно, очень приятно. Есть вулд пвп, но я пока ни с кем ещё не дрался. А в целом же, да, что ещё хотел сказать. Стримы будут. Хочу гильдию открыть. То есть, если кому интересно, то плюс в комментариях пишите. Я сразу пойму, да. Среди зрителей именно. Кому интересно гильдию. Я вот хотел бы именно открыть всё-таки среди тех, кто посмотрит это видео. Да, так скажем, не среди рандомных челиков. Если что, гильдию сделаю. Плюс к видео ставьте. В комментах пишите. Чтоб я хоть знал, нужно ли гильдию делать. А так вот так. То есть, сложность где-то надо пофиксить. Чуть-чуть пофиксить баги. Да, ну игра реально хардкорная. То есть, играть на ХК тут разве что в пате. Да, но так я не представляю. Потому что игра очень сложная. Либо же обузными, сильными классами. Какими-нибудь Барбарианом и так далее. Потому что, ну вот, моему персонажу белый моб может пол-ХП снести. То есть, вот так. Действительно, очень неприятно. Хотя я стараюсь усиливаться. Какие-то механики защитные. Да, у меня есть. Даже две или три защитные механики у меня присутствуют. И от туников, в том числе от уникальных шмоток. Но все равно. Плюс уклоняться вообще почти невозможно от многих тычек. То есть, знаете, вот иногда бывает, тычка у босса, она как будто к тебе привязана. Просто, я не знаю, вроде уклонился, а урон все равно прошел. То есть, я не знаю, как сказать, но это на самом деле очень усложняет игру. Тоже как-то неприятно делает. То есть, усложняет в плохом смысле слова, а не в хорошем. То есть, как-то так. Чуть-чуть пофиксить где-то сложность, да. Что-то по эндгейму придумать. Потому что, ну я не знаю, там еще, конечно, они сезоны будут выпускать. Но пока что эндгейм оставляет вопросы. Ну хоть я понимаю, что, конечно, в игре сезоны будут. Еще посмотрим, как игра покажет себя на сезонах. Но пока что как-то так. То есть, обязательно оставайтесь на канале. Будут стримы, будут видео. Главное, пожалуйста, лайк, подписка. Ну и телега тоже, опять же, в описании. Как-то так. Спасибо. Спасибо.